С реквизитами что? Реквизиты не дают. Не дают реквизит? Было озвучено, что мы готовы продать за 180 тысяч бат на кипу непонятную. И за деньги именно здесь. Как наличные, так и оборвить кредит. Ну, и наличный платеж, что... А теперь... Процент в месяц. Вот там в месяц 10%. То есть заявку подается, но он будет условно. И раз за то, что мы берем здесь наличными, Молодой человек, просто столько бабушки пришли, которые... Молодой человек, вы еще дайте время, Вы можете выжить сотрудниками Алисска. Вызывайте, без проблем, мы здесь. Мы к этому вам не устраиваем. Вы покажете реквизиты? Да, вы сюда все выйдете. Зачем вы придете? Ну, покажите. Вы выйдете. Вы сейчас просто, я знаю, как будет. Вы сейчас останетесь здесь. Я сейчас закончу. Вы сюда выйдете, поставите. Вы с телефоном, я вообще в дом. Уже были с телефоном, я вам председаю. Я не могу здесь. Мне интересна у вас информация. И что здесь и так? Мы вас приглашали сюда. Зачем? У вас не корпоративная вечеринка. Вы что ругаетесь? Я не ругаюсь. Где вы видите, что я ругаюсь? Вы ругаете отсюда. Нечего здесь. Я корпоративную. Смотрите, у нас этого ничего. Вот. Канал Балаковский репортер. Вы полиция? Нет. Средство массовой информации. Я сейчас вы за полицию. У вас общественное мероприятие. Ну, полицию. Вы понравились? Все понравилось. Вы идете отсюда. Где-то? Давайте, вынимайте. Борь, давай выйдете сюда. Нет, нет, нет. Ты что делаешь? Мужчины? Ты что делаешь? Я вас увожу. Мужчины? Куда ты выводишь? Ты кто? Охранник? Полицейский? Кто ты такой? Ты почему руками размахиваешься? Я не пойму. Я стою, уважаемый. Ты что думаешь? Мы не умеем размахивать руками? Ты полицейский. У тебя какие полномочия? Я вам представился. У вас общественное мероприятие. Это сотрудники организации. Все сидят в зале. Это граждане города Балакова. Неопределенный круг лиц. Не трогайте, девушки. Не трогайте мой телефон. Зачем вы мой телефон? Вы на мой взгляд не можете. Вы на мой взгляд не можете. Видите, какие гостеприимные у нас гости города Балакова. Посмотрите. Развести приехали. Реквизиты организации. Покажите ваши. Я вам представил средства массовой информации. Канал Балаковский репортер. Газета СУД. А наши где подарки? Кто вообще такие, что подарки давал? Закройте камеру. Я сейчас разобью ваш телефон. Камеру вашу тоже. Убедитесь отсюда. Вызывайте. СУД вы здесь. И прокуратура заодно вызываетесь. Понимаете, документы все есть. Вы кто такие, что сюда приводите вообще. Вызывайте. Вызывайте. Вызывайте нас туда не устраивает. Мы отсюда не уйдем. Вы обещали реквизит. Мы таскиваем. Вы водите. А вы арендовали документы. Да, у нас договор есть. Выходите, вы встал этот. Можно же? Почему вы такие, чтобы я вам показывала вообще какой-то документ? Я пришел сюда как покупатель, вы сказали, вы можете оплатить, я хочу оплатить, давайте 180 тысяч оплачивать. Давайте, вы мне что дадите в ответ. То есть реквизитов не будет, да? У нас состоится спокойный разговор сегодня или нет? Лучше, что происходит? Красавчик. Красавчик. Вызывай полицию. Вызывайте полицию. Полицию вызывайте, ребят. Вызывайте, вас искрутят, заберут сейчас. Ваши меня не капитана в 12 столб. Еще раз говорю, я журналист. Я имею право попасть, потому что я считаю, что там сейчас решаются права людей, публичных интересов, руководствуясь законом о СМИ. Я хочу попасть в мужей. И я имею на это право. Вы занимаетесь. Я считаю, вы ко мне присоединяете. Вы знаете, у меня поступает сигнал от жителей о том, что, во-первых, замучились в антрамы, которые жалеют, выходят какие-то зомбированные какие-то. Я, конечно, сюда сам лично убедился. Меня тоже позвали. Я пришел, я убедился. Я хочу убедиться в том, что здесь все законы... Вы убедились уже. Я не убедился, понимаете? Мне непонятно, на каком основании вы собираете денег с людей, на каком основании вы оформляете кредит. Вы мне покажите документы. Вы мне покажите документы, где мы собираем деньги. Нет, деньги нет. А зачем акклевизору наносите на нас? Зачем? Я слышал это. Вы что слышали? Что мы рекламу проводили? Вы сказали о том, что можете продать товар как в Москве, так и здесь. Здесь вы сказали, не вы, у вас там, сотрудник ваш сказал, что можете оформить кредит, либо наличными, за наличными. Я хочу узнать. Как вас зовут просит? Роман, да? Меня Роман зовут. Если я захочу... Роман, Роман, вам нужно было поступить хитрее, раз вы думаете, что мы нарушаем какой-то закон. Это вы хитрые. Вы подождите, послушайте, пожалуйста. Я же вас слушаю. Мы организация, которая приезжает, проводим рекламу. Я же вас слушаю. Если бы мы какие-то законные действия решили, вы бы сразу вызвали сотрудников. Мы вызвали сотрудников. Хорошо, хорошо. Мы не против. Да. Я же не жалко бы деньги заплатить. Не нужно мне в лицо, ты как-то. А ты чего вы так понимаете? В лицо мне не нужно, а ты ехать. И не тыкайте меня. Я в медвии. Вы меня нарушаете мое пространство. Вы нарушаете мое пространство. Вы кто такой, чтобы я вам показывать? Роман, Роман. Кто вы такой? Роман, отойди от меня, пожалуйста. Какой? 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 Какой компания? Вы можете мне показать? Какая вам разница? Какая? В смысле? А в чем тайна? В смысле? Вы продаете товар? Вы на территории? Вы на территории. Я вам больше скажу глава города. Как вы с полицией не пришли? Мэр города. Как вы надо убедиться в том, что у вас здесь вообще что здесь происходит? Хорошо. Отлично. А что вы с Кисацией говорите? А вот скажите, что вы с Кисацией говорите? Вы что делаете? Вы что делаете? Вы не правила. Вы же депутат. Вы знаете. Хорошо. Да где ваши документы, которые вы? Ордер на арест. Какой ордер? Вы сериалов насмотрели что ли? Или что? Не сериалов насмотрели. Каких ордер на арест? Мне приходит полиция, я показываю все документы и так далее. Сейчас полиция приедет, да. А вы не очень. Вы предложили товар купить свой? Предложили? Предлагали? Так нет. Как предлагали? Мы озвучили. Рекламное. Рекламное. Хорошо. Вы знаете, вы можете до любой акции в магазине пристать и сказать, что вам предложили купить. В магазине у меня не возникает сомнений, что вы завышаете стоимость товаров в 14 раз и нарушаете кассу. Послушайте, вы кассовую дисциплину нарушаете. Вы скажете, что вы наличный расчет принимаете. Как нет? Ведь вашим массажный крест. Конечно. Конечно. Вы поймите, одна простая вещь. Человек купил. Он имеет право и кредитный договор разорвать. Но куда? Вопрос куда? Как вас искать? У нас есть документация. Какая? Вот у нас в прошлом, два года назад у нас кастрюлями также поторговали. Подождите. Подождите. Ох, молодец. Вам в опере выступать надо, я смотрю. Молчите, пожалуйста. Я скажу, хорошо? Ваш голос должен быть, что ли? Вы получите хотя бы говорите. Ну что? Я вас выслушаю. У вас Samsung рекламу проводят. Говорят наши телефоны, что тысяч стоят. В чем же вы тогда не бежите к ней? В смысле? У меня синица, но вы же такие плохие. Неограниченному кругу лиц, была по телевизору, неограниченному кругу лиц поступает обращение. А вы делаете приглашение, конкретно обращаетесь к человеку. Вам предложение 180 тысяч, а вот вы выиграли там, да, чего-то там по Саратовской области. Вам 160. Это персональное предложение. Знаете, кто не пользуется нашим оборудованием, никто никогда не пожаловался. Вы просто откуда-то... Слушайте, вы интернет откроете, что там не пожаловались. Я пока там сидел... Я два года назад таких же с кастрюлями здесь ловил, по 120 тысяч. Ваша же, может, с конторой была. Здесь уже второй раз... Какие там цепторы там? Развалился все цепторы. Знаете, сколько здесь вообще наших покупок, которые совершили? Люди. И никто не вернул. Никто. Да. Чуваши вон... Есть репортажи. Ваша же организация мотается. Я знаю, где Чуваши. Ну, вы даже не знаете, какая организация у вас наверняка. Ну, я-то знаю. У вас, что там, пятилетие, десятилетие? Какой сегодня праздник? Понимаете? Ага. В Москву ты приехал. Ты что, документы не покажешься, обманули? Там полиция позвали. Мы же обещали еще. Я хотел вам показать, реально я пошел. Я пошел за ними. Один человек ломится, второй ломится. Никто не ломится. Мы же сейчас это... Никто не ломился. Это вы вытряхнули человека. Прямо об двери. А почему вы вытряхнули человека, если не секрет? Такого не было. Такого не было? Да у нас прямая трансляция. У нас... Так вызывайте милиционеров, без проблем. Если человек это видит. Вы лица приедет нам полиция? Конечно, приедет. Вы скажите... Ждем и разберемся. Правильно? Мы уже до этого обещали документы. Ждем и разберемся. Я надел вам показать роман. Я слово свое держу. Ну, когда сотрудники, я говорю, я такой полаган ваше. Я же пошел документ. Сотрудники смеют. Мы все вместе, я смотрю. А? У нас город один, понимаете. Это вы приехали сюда. Мы здесь все вместе. Ну, что мы сделали? Мы кому-то заставляем что-то сделать. Ну, конечно. Вот у вас хорошая отмазка. А потом, когда люди приезжают, и вот пенсионеры, даже парень, который стоял на входе, меня встречал. Нам интересно. Преклонное поколение. Легче программируемое, да? А потом, когда вы уедете, они не знают, куда договора вернуть. Да нормально. Когда приедет его внук или сын, и скажет, вы что купили за, с Китая, 10 тысяч на Али ваше кресло стоит. Вы его 180 впариваете здесь. Ну, это нормально? Вот тебе самому не стоит, твоей матери бы впарили вот хрень эту? А? А? За 120 себе кресло купил? Которое на Али Петрашку, да? Десятку стоит? Где такое? Да перестань, я тебе сейчас покажу. Вот скриншот. Ну, что? Ну, что ты хочешь сказать, что нет? Ну, честно, вот так вот, я в дрожьбисками. У меня манку в прошлом году, вот такие же, как вы, тоже облакошили на 70 тысяч рублей, там две сковородки. Что они вернули тогда? Кому? Вернуть его. Вас где потом искать? Вы даже документы на свою организацию не можете сказать? Нет? Нет? Вообще? Нет, это скриншот просто. Наверное, я дальтоник, но даже нет. Ну, конечно, есть различия, да. Я ноунейм в Китае, да это вот одна и та же бредятеля. Ну, ценник 14 рублей. Ценник 14. Хорошо. Телефон стоит 10. Похоже на что вы предлагали? Или какой там уже 11. Что? Ну, выглядят они одинаковые. Ну, во всем. А у вас сертификация есть на эту продукцию? Российская? У вас приглашение одно, А10. Всем подписчикам нашего города бросили. В смысле? СМС-ка, что ли, или что? Какое приглашение? Что такое приглашение, в вашем понимании? Телефонный звонок или что? Запись телефонного разговора вам дать? Вашего робота или что? Без проблем. Ты меня пустишь тогда? Если я сейчас включу телефонный звонок. Пошу вас на следующий презентацию. Нет, вот сейчас пусти меня, пожалуйста. У меня приглашение есть. Сейчас уже второй и третий. Что? У нас такая политика, зачем опоздашь? Не пускаем. Так я не опоздал. Вы меня изначально не пустили. А вас помогали записать без проблем. Приезжайте. Думаю, еще и купите. Конечно. Молодец. Продавать умеешь, да. Ваша гастролерская машина. Закрываю. Это вам ломятся тут всякие. Да? Да не, мы ваш товар китайский не будем трогать. Ваша собственность. Вот товарищи, запомните этот чудо автомобиль, чудо парня. Не сказали какой-то другой город? Нет. Я в отдел поездке. Куда вы следующий тут держите? Ну, в какой-то в этот процесс интересный. Я знаю, я вам сказала. А что так? А что-то боитесь, что ли? Я в Москву домой еду. У вас же честная организация, что боятся? Я в Москву домой еду. Не, ну езжайте домой. Желательно, чтобы в нашем городе больше не появлялись. У вас отдел по борьбе с экономичными преступлениями. Роман, расскажешь? Готов сделать заявление о том, что был на этом мероприятии. И сотрудники данной организации озвучили, что кто продает здесь за наличные, оформляет кредит и свою продукцию. У меня есть сомнения в том, что если человек захочет купить продукцию или оформить кредит, что у данной организации есть какое-то правовое основание для оформления такого подобного рода сделок. Попросил у них предоставить документы, кто у них что. Поэтому были вынуждены вызвать сотрудников полиции. Могут ли они по кассовой дисциплине вообще? Есть ли кассовый аппарат? Есть ли вообще и как это все дело? Насколько она законная, эта процедура вообще... К вам дежурной части сделали? Сейчас подъедет. Вот подъедет полиция, я тогда буду разговаривать. Это ламбур выдает. Следовательно, дежурный узнаватель на то, что заявление. Хорошо. Все сразу быстро пакуются. Вон у них газель с их товаром. Девочки, участницы мероприятия тоже сразу оделись, ушли. Парень что-то тут собирает. Ну и еще дальше. Ничего, снимаем. Зачем мне штаны? Снимаю тебя. Я ж не лезу в штаны. Утрируешь. Да, вон какие-то кофеварки. По приглашению пришли на презентацию. Как они говорят, на рекламу товаров. Мы пришли, товары валили. Сейчас, подожди, с самого начала. То есть мы на этой презентации присидели, спустя чуть больше часа сотрудники данной организации сказали о том, что можете купить товар, оплатить его как наличными, так и оформить через банк, то есть через кредит. Соответственно, там сидят бабульки, скажем так. Есть подозрения в том, что они интересуют проверка, насколько они законно имеют право принимать наличные деньги, насколько они законно имеют право оформлять кредиты на наших жителей, потому что есть основания, опять же, со слов. Документы они не предоставляют, хотя я думаю, по закону о защите потребителя, то есть если мне предлагают купить какой-то товар, я имею право спросить реквизиты данной компании, которая мне этот товар продает. Я попросил их предоставить эти реквизиты, они мне их не дали. Сказали только сотрудникам полиции. После чего там начали выталкиваться из зала, не аргументируя документально ничем, сказали о том, что давайте вот мы вас вытолкаем, а потом мы предоставим документы. Документы до сих пор не предоставим. Сказали только сотрудникам полиции. Вот торгуют вот эти, по 180 тысяч рублей с Китая. Вот это на китайском сайте, цена, они 180 тысяч рублей предлагают. Вот гражданин в Кепчке, у них секьюрити или кто-то там, он применял физическую силу. У меня на камере есть, я вам предоставлю себе данную. И вот газета «Суть», то есть у него видеозапись тоже есть. Никто вам не говорил так. Я попросил документы, если вы говорите, мы сейчас все видео свои предоставим тоже. Вы предложили купить товар за наличные. Я хочу узнать. Просто нас, я говорю, выйдите отсюда. Они все, понимаете, им по 19 лет. 38. Не вам, вот эти вот, которые еще там ходят. Я не знаю, их тут все. У них стоит вот газета, загруженная под занавесочный товар. И я, давайте еще по порядку, чтобы было. Вот наши, спросите людей, что мы им предлагали, что вы сказали. Я там сидел, я там все это слушал. Готов. Вы спросите, скажите, пожалуйста, мы вам что-то навязали. Ничего не навязали. Не смогли, да? Не успели. Какая разница, что ли? Да и не учу. Какая разница, что ли? Тише. За наличные расчеты. Были слова? Я вам сказала, что вы за наличные покупаете. Вы что мне сказали? Ну, я хочу узнать, если я хочу купить товар за наличные. Я взрослый человек, я хочу купить у вас товар, покажите мне, как вы примите у меня деньги. Документация, реквизит, заковорачивание. Да, вот когда вы мне доставили деньги с товарищей, я вам показала все документы. Посмотрите, что за компания у нас в городе приехала, и они завтра уезжают, мы потом их не найдем. А все эти бабушки, которые оформляли кредит, они потом со своими заявлениями... А Apple Pay принимаете? Да, еще нужно один момент учесть, что вот Павел у нас, Давидюк, его сотрудники данной организации, на камеру тоже есть, они его вытолкнули, ударили об дверь, втроем его. Я еще скажите, ударил. А у меня пытались телефон отнять. А девушка, да, вы старались разбить имущество, это тоже зафиксировано. Вырывали у него из рук корреспондент газеты, он вам представился, показал удостоверение, в чем проблема была. Газета суть. Я представитель компании. Какой? Вы же представитель уже. Какая вам разница? Надо узнать. Вы сейчас все посмотрите. Давайте тогда, знаете, как все. Можете, пожалуйста, сказать? Вы хотим в присутствие общественности? Нет. Гражданин Аташов, я выполняю. Мы в общественном месте, я в ваше личное пространство не вторгаюсь. Конечно. А что вы говорите, что выясняли какие-то проблемы? Конечно. Но в присутствии журналисты. В присутствии журналисты. Есть сертификат. Можете показать? Можете показать. Недоподобная работа. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok